Бонжур, сеньоры Не стали Мне кажется, мы с шуткой Перебрали Но перебрали Не мы одни Теперь давайте заново Серьезно У нас в концерте Одни из слез Веселье, песни, шутки И курьезы От смеха лопнуть Разрешено Здравствуйте Здравствуйте, господин консул Я опять к вам Добрый день, добрый день Раз, рад вас видеть Добрый день Слушайте, я сейчас стоял возле окна И наблюдал такую странную картину Наша охрана вам уже честь отдает Вы давно ходите? Ну, как сказать Первый раз к вам пришел, когда дети еще под столом ползали А сегодня узнали, что я опять к вам собрался Закурили Но вы не волновались Мы сейчас выдавать визы по очень упрощенной схеме Это вам большой комитаж латунга Проходите, пожалуйста, присаживайтесь Напомните вашу фамилию Значит, моя фамилия Иван Степанович Оглобля Слитну Вы имеете двойной фамилию Оглобля Слитну? Найн, только Оглобля Но произносить ее нужно Слитну О, я нашел ваш документ Нашел, так, Оглобля, правильно, так Вы просите выдать вам шенгенский виза на полгода Если ты Чай Спасибо Ну, не откажусь Я не завтракал Какова, 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 какова цель вашего посещения в Евросоюзе? Хочу проехаться по местам боевой славы, отцов и дедов Я Скажите, какой справки не хватило в прошлый раз? Значит, в прошлый раз не хватило справки из военкомата о том, где именно воевал Гет Присаживайтесь Очень важная справка Есть? Да, вот копия его повестки Вот номер его винтовки Вот план его землянки Гуд, гуд, хероглобля Но у меня все равно есть несколько вопросов Я просто мечтаю отпечатать все ваши вопросы херконсул Скажите, вы не могли бы припомнить Я могу припомнить все, что угодно Оттошествие монголо-татар до сбора документов у вашего посольства Хотя, в принципе, это одно и то же А, я понимаю Это хумор Да, да, да Ха-ха-ха Давайте серьезно Скажите, у вас есть счет в банке? Конечно В каком банке? В надежном Без банки из-под варенья Конвертируемая валюта? Она самая У нас половина зарплаты конвертируется прямо на работе Остальная, ну, мелочь Через бухгалтерию Скажите, какую сумму вы собираетесь потратить в этом путешествии? Да, да, да Конечно, здесь можно говорить Это по-своему, что вы Это коммерческая тайна Зашита моей благоверной в надежном месте Да, хорошо Идем дальше Хорошо Скажите, а вот ваша двоюродная тетка Моя двоюродная тетка Аграфена Виссарионовна Является дочерью брата моего деда До замужества Гиндельштам Но после сменившая на Иванову-Задунайскую Оглоблю-младшую Скажите, а у вас такая интересная фамилия Оглобля Откуда? Моя фамилия досталась мне по наследству По материнской линии Двого прадеда Значит, однажды в битве с тевтоцкими рыцарями Значит, прадед схватил Оглоблю и со словами Ну, держись, погнал, значит Этих тевтоцких рыцарей До ближайшей полыньи И эти рыцари, значит С воодушевленными криками Оглобля, оглобля Начали с радостью нырять в ледяную воду Чтоб заниматься дайвингом Я Данке их бингу Хорошо, скажите Родственники за границей у вас есть? Не имел, не состоял, не привлекался Хорошо, скажите А вот у нас есть сведения Что ваши дальние родственники Как-то, по-вашему, предки Могли вести незаконно послушный образ жизни Не может этого быть Не мог У меня дома два мешка благодарности По всему гинекологическому дереву И две буквальные грамоты От Тутанхамона первого О Я Скажите, а кем вам приходится подруга вашей жены? Опа Ну Иногда Конечно Приходится Извини Ну Там кровь с молоком Куда Муж у нее Алка Часто бывает Так сказать Несостоятельно в состоянии А я Так сказать Укрепляю Дружественные связи Между нашими семьями Дасист фантастик Хорошо Старый паспорт у вас случайно не сохранился Все паспорта на ближайших родственников до седьмого колена Включая мандат Реввоенсовета подписаны И первым гениальным комендантом Кремля Героическим комендантом Кремля Товарища Петерсона Наличие Вы хорошо подготовились в этот раз Конечно А мы видаем визы по очень упрощенной схеме Вы заметили Вы знаете, вот с каждым годом все заметнее и заметнее Скажите Билеты у вас, конечно, в обе стороны Все билеты нормальные Проверены нотариусом Значит, все жетоны на метро В необходимом количестве Прошиты и пронумерованы Согласно описам Справка из Менсионного фонда Копия свидетельства о браке с первой женой Справка из ЖК Базуции за должности А справка о том, что вы из син своих родителей А справка из роддома, что вас там не подменили О, Хероглобля Херкотсу О, о, о Вы неправильно заполнять анкет Где? Ну вот, смотрите, вот, последняя страница Графа отметки консульства И написано не заполнять А вы что написали? Так что просили, вот правильно написали Не заполнять Я и написал, хорошо, не буду Это не есть правильно Не заполнять, значит не заполнять Вы не волнуйтесь, я сейчас быстренько резиночку Какую резиночку? Вы не переживайте Я когда ходил в школу, но в своем дневнике из двойки Такую пятерку делал, как я не отключил Оу, я Ничего нет Так у нас каждый пятиклассник это сделает Я ж профессионал в шести лет Хорошо Хорошо Последний вопрос У вас есть нотариально заверенные копии всех этих документов Переведенные на все языки шенгенской зоны в пяти экземплярах? Для вас девяти Вот вам 92 килограмма Читайте, завидуйте Я гражданин Украины Я вас поздравляю Вы получаете шенгенскую визу на один день Боже, не может этого быть Боже, а я действительно думаю Ну, а что мне там делать полгода у вас? Полмет, полмет А тут на один день Слушай А можно я вас сейчас От счастья задушу? О, не, не, не Тогда смотрите Вот видите справочка Да, это из психбольницы И если я вас сейчас покусаю Мне за это ничего не будет Сколько вам лет больной? 48 Вы курите? Завязал Пьете? Завязал Женщинами как? Завязал Так, запишем диагноз О, Р, З Чего, Р, З Очень рано завязал Хе-хе-хе-хе-хе Всю жизнь смеюсь Я не могу иначе В автобусе В маршрутке И на даче Ну, а на съемках Наши передачи? Хорошие шутки Смеюсь до слез Я как в самолете летел На самом деле Пошел в туалет Там очередь Три женщины Стоят Я встал четвертым Первая повернулась ко мне И говорит Мы вас пропускаем без очереди Я говорю С чего это? Она говорит Из уважения к вашему таланту Вот так вот Меня благодаря таланту В туалет без очереди пропускают Представляете? Но это только женщины От мужчин этого не дождешься Не, я женщин больше люблю Еще Чехов говорил Что женщина умнее мужчин Он говорил Где вы найдете женщину Которая бы вышла замуж Только из-за того Что у мужчины Красивые ноги А мужики с пошел рядом Женятся на ногах Потом не знают Как ноги унести И поговорить с женщиной Всегда есть о чем Например О ней самой Спросите любую женщину Как живешь? Дальше можешь отдыхать Слово вставить уже не удастся Один раз Жена с кем-то долго По телефону разговаривала Я говорю С кем это ты? Она говорит Да тетка какая-то номером ошиблась А я одну женщину знаю Она с юга приехала Так много на пляже разговаривала Что язык даже загорел А женщина к тому же Всегда знает Все Даже если не знает ничего Вот спроси мужика Почему машина остановилась? Он начнет тебе варианты перебирать Объяснять как мотор работает Книжку достанет Тебя тоже достанет Женщину спроси Почему машина остановилась? Тут же ответит Потому что ехать перестала И все Правильно? Больше добавить то нечего Не вообще Женщина конечно нуждается Во внимании И в поддержке Поэтому надо с ними Во всем соглашаться Но тут тоже важно Не переборщить А то один мужик читал газету А жена с ним в это время разговаривала И вдруг как она закричит Перестань поддакивать Я уже полчаса как молчу Женщин кстати Куда романтичный мужчин? Вот как те и другие Рассказывают о партнерах Мужик говорит Вчера с телкой познакомился Буферово Кормово Кошмар какой-то Никакой лирики Женщина говорит Вчера с мужчиной познакомился Глаза голубые И директор банка Женщины одеваются куда лучше чем мужчины Им все к лицу Даже то что они отняли у мужчин Женщин в брюках Одно же удовольствие посмотреть Правильно? А кепки мужские Как хорошо на них смотрятся А мужской длинный пиджак С короткой юбкой Чтобы каблуки сантиметров 15 А тебе представь себе Мужика С защитника В жабо Блузки с декольте До волосатого живота Юбки с разрезом до пояса И кирзовых сапогах На высоком каблуке А какие женщины аккуратные Моются по 5 раз в день Да еще всякие духи Кремы Вот от них и пахнет Розами и фиалками А от мужика чем пахнет? В лучшем случае Пепельницы полных окурков А бывает в автобусе Иной руку поднимет За поручень взяться И все кто рядом стоял Как ветром из автобуса вздует Конечно иногда Женщин трудно разговаривать Ночь, спальня В темноте два голоса Я толстый? Нет Но похудеть не мешало бы Да? Ты мне и такая нравишься Но восторга не вызываю Да? Вызываешь восторг Но не бешеный Да? А потом еще судья спрашивает За что вы ее убили? Но зато женщины Порядочнее нас, мужиков Мужчина Он ведь может Вот просто так взять И изменить Женщина просто так Никогда не изменит Только по любви По любви к мужчине Или к родине Мужик Если его приперли Фактами к стене Может признаться Ну изменил А куда было деваться После 500 грамм Без закуски То есть была бы закуска Он бы еще продержался бы Да? Пока наши не подошли Да? А тут уж куда деваться Женщина никогда не скажет Да я тебя изменила Она всегда скажет Ну что добился своего? А какие женщины Самоотверженные И доверчивые Вот стоит мужчине сказать Я на тебя женюсь И все Женщина ради него Готова на все Последнюю рубаху Себя тут же снимет Мужики в этом смысле Куда сдержаннее Одному моему знакомому Девушка сказала Давай поженимся Знаете что он ей ответил? Да в жизни не догадаетесь Он сказал ей Да нафиг мы кому нужны? Она до сих пор думает Что он имел ввиду? Вопросы красоты У женщин и мужчин Тоже подход разный Женщины считают Что если мужчина Чуть красивее обезьяны Уже годится Конечно В момент знакомства Мужчинам значительно легче Они сразу видят Какая у женщины Грудь Большая или маленькая А вот женщинам В этом вопросе Куда труднее Их всегда ждет сюрприз А мужики считают Что не бывает Некрасивых женщин Бывает мало водки У нас в доме В 45 квартире Вера Павловна живет Ну как говорится Кошмар На улице Вязов И вдруг Мой приятель Радостно так мне сообщает Что он именно С этой Верой Павловной И сошелся Я говорю Вот молодец А говорил Что не пьешь Ну вот как бывает Женщина симпатичная Все как говорится При ней И мужики на нее клюют Но не женится А клевать клюют Уже всю ее исклевали Стервятники Женщины Они не по красоте выбирают А по надежности По уму По доброте Вот одна так и выбрала И прожили уже лет 15 И однажды ночью Он приходит Под датой Свет не включает Раздевается Ложится в постель Начинает вытворять С женой такое Что она за 15 лет Ни разу не ощущала Потом встает Молча не зажигая Свет одевается Говорит Я пошел домой И уходит Через 20 минут Возвращается Говорит Извини На работе задержался Ложится И засыпает А жена До утра Не спит И думает Кому же он В первый раз приходил И последнее Многие мужики Расскажут анекдоты Про блондинок То есть про женщин Так ведь и про блондинов Можно рассказать анекдот Приходит блондин К врачу Оба уха Обожжены Как это вы ухитрились Спрашивает врач Да вот Гладил Вдруг телефон Зазвонил А я машинальный утюг К уху приложил А второе ухо А это уж Когда я в скорую Звонил Нет Что не говорите Но мне женщины Нравятся больше Чем мужчины Бывают конечно У нас разногласия Но какие бы противоречия Не были между мужчинами И женщинами Но детей нам Все равно придется Делать вместе И от этого Нам никуда Не деться А сколько времени Девять вечера Да Надо же А совсем-совсем светло Катя Успокойся Мы в магазине Вау Смех без причины Признак дурачины Ржут без причины Одни мужчины Блондинки не смеются Без причины А только улыбаются Слегка Вау АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот я не знаю Что за день сегодня Такой-то Ну что за день Сегодня Такой-то А-а-а-а-а-а Ну что за день Это мало того Что с утра Ты перепутала Ты зубную пасту Перепутала С этим С кремом От комаров и сижу возле форточки дышу прямо прямо ведрами дышу ведрами и лежу через окно по дороге галя подруга моя по дороге значит бегить прямо лететь как птица ворона и мне с порога кача я тебе скалку пронесла катя хорошая скалка надежная я варят в америке в бейсбол ранний катька бери скале искалку беги к сберкасте беги там а муж твой колька полицейский с кассиршую со сберкасты с это сбила брыцаю понимаешь ты что не понимаешь как у их же это у их хухры-мухры катя у их уже полная хрю-хрю я говорю какое хрю-хрю валя какое у них хру-хру не поняла они что там сберкать сало вместе дядь шума какое сало какое сало тебе русским языком хрюкаю муж твой колька полицейский с этой с кассиршую сбила брысью со сберкасты понимаешь снюхались а и не носом господи боже да уже все про то знают катя все про то знают кроме тебя да я тебе говорю что все знают все я сама с утра всех обижала всем рассказала ну я же подруга твоя я же за тебя переживаю а я так и села как гантели причёсные и думаю врет или не врет врет или так как не поверить-то галки то как не поверить галка-то правдива подруга правдивая ее галю за ее правду бабы в день раз по 5 бьют а тут дело-то такое серьезно оказывается оказывается муж мне изменяй брехня не верю ни слову ни слову не верю не может не может мой колька мне такую измену чинить не может это между нами галя смотри никому не варить это он днем только борец шахматист один ход на праздники делаете едва едва да и тот через мат они все они все мужья с женами шахматисты а как с другими пока с другими их и шашки не заканчиваются а я тебе точно говорю точно говорю катя уведет это кассирша у тебя твою кольку уйдет потому что ты суп против нее фу выдра это я тебе как лучшая подруга говорю у тебя ничего выдающегося нету катя ничего ни спереди ни сзади тебя хоть до ночи верти все время на спину натыкаешься а у кассирши грудь метр восемьдесят каждая и зад мерседес правда твоя галя правда сволочь они баба сволочь а про себя думаю господь ну что же так в природе все неравномерно одним а другим ну хоть бы в половину мне такой фигуры медь чтобы хоть разок было чем вильнуть на перекрестке чтоб светофоры косели агалка мне в спину давай катя беги к сберкассе чё ты сидишь беги к сберкассе не томи там уже все собрались все хотят на ваш с кассиршую рейслинг посмотреть скамеек натащили ставки делать давай катя давай я говорю да не могу я просто так давать мне еще разобраться надо может ты сама все перепутала может и сама это путанщица я подруга твоя под колодом закадычная скажи мне катя скажи какие у твоего кольки самые дорогие любимые носки зеленые откуда они у нее такие зеленые от времени я сама края муха слыхала как она на 23 с каким-то хмырем договаривался день ему совала и раз 10 повторила смотри не перепутай принеси мне для его зеленые он только зеленые любит поняла интимный подарок беги а я уже ничего не соображаю от злости трясусь и вся как кобыла перед стартом она же не еще скалкаю в спину тычет беги беги катя бедной побежала я за скалкаю бегу по улице ору голосом видоса смотрю впереди фуражка форме колька мой потому же адрес чешет точно думаю права была галка была любовь у маву пингвина сбила брысею так мне обидно стало так обидно хорошо догнала я его скалкаю хорошо догнала его прям на глазах фуражка пухла уготы чё с ума сошла я на задержание куда перс такой фуражкой ты мне зубы не заговаривай пингвин в погонах показываю носки а он как зайчик лапками брюки задрал а я лежу матчистая носки как носки один красный другой синий и так мне сразу хорошо стало прямо прямо камень из души соли но ночью мы сколько и помирились три раза и вот лежу я с ним счастливая а сама думаю господи надо же с утра не забыть с галкою счастьем поделиться пойду скалку ей верну чтобы ей подруги хорошо стало эти тетки за рулем совсем обнаглели и не говори вчера еду одна в соседней машине на ходу губы красит я настолько фонарел что чуть бритву в кофе не уронил он любит кошек девушек и пива а также тексты читать со сцены хотите чтобы вам было красиво сейчас все будет один момент тут как-то весной думаю жениться что ли ребята все давно поженились ванька алкаш женился его сейчас не узнать гладкий стал радостный такой раньше дрался каждый день козел сейчас раз в неделю с женой петька дурачок уже седьмой раз женится ничего себе дурачок да седьмой раз уже на одной и той же лёха блин и тот женился представляешь вот такой шипзик 40 килограмм с документами его летом из-за ботвы не видно а взял себе что ты обхватить не может ага не сходятся руки у него жадность-то бегает вокруг трясется весь от радости я еще то весной хотел жениться разобрали всех девок-то ёпу РСТ одна была она мне не нравилось что-то ростом по пояс лёхи лёха мне по пояс и кости одни в ней ходит гремит именно всю деревню да больше на весь район а этой весной в бане познакомился с одной в смысле после бани я говорю заходи будет настроение прямо с вещами она сразу зашла а чё у неё вещей то мочалка да мыло классно так живем у нас полное согласие во всем интересы общие эти привычки всякие дурацкие я готовить не люблю и она тоже я убираюсь раз в месяц она вообще никогда не убирается классно так ага и это интересно у меня после бани морда красный у неё у матери её не красный а у и красный постоянно не знаю мне нравится один недостаток у неё только дотронешься до неё она сразу так дышать начинает блин засиделась что-ли в девках а дышит так тяжело как лошадь да больше как конь один раз дыхнёт согрелся уже еще раз дыхнёт мокрый весь главный не устает дышать дышит и дышит с утра до ночи в смысле с ночи до утра я на работе уже ничего не делаю сил нету никаких домой приду она сразу ляг отдохни только лягу слышу дын 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 подходит ложится рядом я думаю может спросить чего хочет мне ничего не спрашивает говорю ты чего в самом деле наглость потеряла сколько можно дышать иди отсюда она плакать начинает а мне же жалко её интересно это пожалеешь её раза два она запоёт сразу пойдёт по хозяйству что-нибудь похозяйствует минут пять через пять минут слышу дын 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 опять рядом ложится думаю может спросить чего хочет мне ничего не спрашивает я думаю ёпара соте хорошо я попался другой бы умер давно вчера к врачу ходил говорю нет каких таблеток чтобы она не дышала он дал порошков каких-то на месяц я домой пришёл она щи ставит я ей в тарелку всё что на месяц высыпал думали в тюрьме отдохну лет пять или сегодня хоть высплюсь на коне только на щи доела сразу раз в постель глаза закрыл слышу дын 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 ёпара соте я раз в окно и ходу ходу от дома сейчас как вспомню её сразу морда красная становится и сердце дын 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 слушай я не понимаю что происходит а что такое слушай вчера у меня ушла жена потом собака потом кот да ты это там сильно так не расстраивайся ну что не расстраивайся я смотрю рыбки тоже вытопнули и толкают аквариум к дверям он на момент-ка взял себе билеты чуть не остался без кислороду весь зал битком полным-полно народу и все как кони сидят и ржут я вам так скажу наша бригада комбайнеров делится на три части пьющие закодированные и не пьющие нет и закодированные дважды так вот и закодированных дважды я намолотил больше всех и начальство выдало мне три путёвки в Таиланд на меня на жену и на Лидию Сергеевну мою тёщу тёща заявила что она поедет обязательно потому что Таиланд это её любимая африканская страна мечтаю, говорит, увидеть родину кенгуру собрали две сумки то что поменьше все наши вещи 15 пачек макарон 29 банок тушёнки то что побольше тёщин купальни приехали в Таиланд поселились в гостинице поели тушёнки с макаронами и пошли на обед а после обеда на пляж там на пляже отдыхающие катались на надувном банане когда мы с женой сели на банан инструктор сказал что нужно подождать ещё 6 человек для комплекта тут к нам присоединилась тёща банан ушёл под воду утащив за собой катер вместе с инструктором акула напала на тёщу неожиданно укус на спине был такой огромный что от полученных ранений акула тут же ушла на дно потом тёщу увлекло зрелище когда катер тащил за собой парашютист ну раздумывала она недолго три тайца в предвкушении шоу накинули на её могучие плечи двойные кожаные ремни и сказали гоу катер поехал Тёща начала разгон Снося на своём пути замки из песка Зонтики и зазевавшуюся публику Когда тёща подбежала к воде Она поджала ноги И пошла над водой набреющим Потопив при этом два гидроцикла и три катамарана Когда тёща отдалилась от берега Народ на пляже замер в ужасе Она неслась прямо в борт нефтеналивного танкера Танкер, увидев угрозу справа, дал тревожный гудок Тёща, видимо, с испугу дала ответный И стала набирать высоту Она находилась как раз над танкером Когда стропы парашюта лопнули От верной гибели танкер ушёл на веслах На следующий день мы поехали на сафари Когда мы проезжали мимо бегемотов, я остолбенел Если б на них была одежда Я б подумал, что приехали тёщины родственники Но шутить по этому поводу не рискнул Где-то на пятом километре на нас напал молодой бабуин И попытался отобрать у тёщи корзинку с продуктами За что и был жестоко наказан Она засунула его голову себе под мышку И пошла на удушающий Бабуин тут же запросил пощады И показал тёще паспорт гражданина Вьетнама Где-то на девятом километре мы увидели огромного тигра Зверюга сидела под деревом и что-то сживала Гид сказал Кто не побоится покормить зверюгу колбасой Тот получит шоколадку И достал из бардачка батон варёной колбасы Через десять минут Тигр и Лидия Сергеевна Мирно обедали, сидя в тенёчке Зверюга, как и положено, ела колбасу А тигр шоколадку На следующий день мы поехали в аквапарк Когда тёща вышла из раздевалки Наступила гробовая тишина Не пели даже птицы Рыбки в аквариуме сбились мордами к стеклу Мы с женой пошли на горку И пригласили с собой тёщу, что оказалось большой ошибкой Мы с супругой съехали по жёлобу Влетели в трубу и вылетели в бассейн Сверху послышался звук отъезжающего локомотива С чудовищной скоростью тёща влетела в трубу Но из трубы не вылетела Она в ней застряла Сзади неумолимо набиралась вода Внизу нервно сглотнули все, включая чучело муравьеда Конорейка крыльями отодвинула прутья клетки И побежала к выходу, забыв, что умеет летать И тут прорвало С криком «А вот и я!» Тёща, подобно айсбергу, рухнула в бассейн Людей смыло волной даже в фитнес-зале на втором этаже Секунд двадцать тёща сидела в абсолютно сухом бассейне Пока вода вместе с людьми и тренажёрами не стекла обратно Аквапарк был закрыт по техническим причинам На следующий день мы пошли в тайский ресторан Там подавали морепродукты Мы заказали омаров Рядом с нами омаров ели немцы, помогая себе щипцами Лидия Сергеевна положила своего омара на кусок хлеба И съела полностью Звук был такой, как будто кто-то в стиральной машинке полоскал щебень Хозяин ресторана взял у тёщи автограф Когда подавали черепаховый суп Официант спросил Вам черепаху с панцирем? Немец сказал на ломаном русском Если с панцирем, плачу я Тёща ответила Если платит он, черепаху можешь даже не варить Сколько бедная черепаха не упиралась лапками в щёки Лидии Сергеевны Её это не спасло Нижняя челюсть немца лежала на тарелке Хозяин ресторана попросил тёщу расписаться у себя на плече Чтоб потом сделать из этого татуировку Немец заплатил за всё На следующий день мы пошли к океану прощаться с Таиландом И бросили две монетки на счастье, чтоб вернуться сюда опять Тёща кинула в океан банку тушёнки И я понял, что теперь мы вернёмся в Таиланд По-любому Приветствую! Вы нас не зря впустили В глазок смотрели? Хотя не важно Дверь не коту Базилио открыли Мы золотишко не умыкнём Артисты к вам пришли не на минутку Не надо тапок, они в концертном Ни чай, ни кофе пить они не будут Они не пьющий у нас народ В конце концов, артисты к вам по делу Не пить баклуши, не есть оладьи Они вам принесли, чтоб сердце пело Из выступлений калейдоскоп У меня есть друг, он врач, пишет стишки Он написал такой стишок Артист, заслуженным врачом, не станет браться нипочём А врач легко станет артистом, если налить ему грамм 300 Он рассказал мне такой случай И к ним в больницу привезли генерала отставного Такой уже в возрасте, лет под 90 С ветеранского вечера, в форме, всё Сердце прихватило, ему оказали содействие И говорят, ну товарищ генерал Ну если вы знаете свои проблемы с сердцем Ну и уже возраст такой Понятно, что ветеранский банкет Ну вы бы как-то держались бы уже Не пили что ли? Он говорит, свинки, я вообще не пил Три часа смотрел, как остальные пьют Сердце не выдержало Второй друг у меня, стоматолог Он рассказал мне такую историю У нас общая знакомая живёт в Питере Актриса, очень симпатичная Очень симпатичная Её пригласили в фильм Ну а потом что-то раз и отказали Она говорит, а что даже проб не было Да мы посмотрели, у нас все роли такие страшные Знаете, типа бабойги, все роли Вот, а вы такая красивая, что с вами делать? Она говорит, у меня стоматолог есть Он меня изуродует Он мне сделает тоную челюсть, если надо Ну давайте посмотрим Он ей сделал челюсть Она пришла на пробы, вставила челюсть Режиссёр чуть не потерял сознание Но фильм её взял Съёмки были в Питере Снималась она месяц Один раз съёмки затянулись до поздней ночи Ей дали машину И по нужному адресу привезли домой И водитель говорит, дальше они проедут Там проходные дворы Ну они такие, знаете, узкие Не проехать Она говорит, да ладно Как-нибудь сама проскочу А кто в Питере был, да Или жил Знает, да Я там 18 лет прожил Я знаю Там такие дворы, колодцы Ооо Там, знаете, там Вот крикнул во дворе, да Эхо возвращается через месяц Причём не твоё Ну она говорит, ладно Как-нибудь проскочу сама Первый двор тёмный Вообще не освещается Она только его прошла уже Вдруг топот сзади И мужской голос Девушка, куда спешим? Давайте знакомиться Давайте знакомиться Она добавила скорости Он за ней Второй двор страшный, тёмный Они уже бегут Он говорит, от меня ещё никто не уходил От моего знакомства Мало кто может уйти Она спринтерский такой, знаете У неё просто бег Быстрый Впереди самый длинный, тёмный двор И арка такая тёмная И фонарь одинокий Как в фильме ужасов И он говорит, девушка, давайте знакомиться Она подбегает под фонарь Вспоминает про зубы Вставляет, поворачивается Давай знакомиться, родной Мужик вообще пожалел, что он в этот день вышел на улицу Я у друга спрашиваю, чем закончился Она гнала его два квартала, говорит Ушёл, гад Иначе бы загрызла Пользуясь случаем, хочу передать привет всем врачам-стоматологам Вторая медицинская история Связана с бабушкой Возрастная бабушка была Ей было лет девяносто Она ничем не болела У неё было отменное здоровье Но у неё была проблема Все ровесницы ушли уже в мир иной И ей не с кем было общаться И у неё было главное развлечение Она любила вызывать скорую помощь За жизнь поговорить Про диагнозы там перекинуть Про диагнозы перекинуться словцом Таблеточку попросить, уколчик Уже к ней никто не хотел ехать И один раз приехала скорая помощь из другого района Молодая врач её обследовала Говорит, бабушка, выздорови меня раз в сто Сейчас будем оформлять ложный вызов Та говорит, давай делай укол Ишь ты, ложный вызов вообще Я тебя засужу, я тебя по судам затаскаю Мне делать нечего У меня время свободного много вообще Та говорит, ладно, ладно, такие угрозы Ладно, сделаем укол Ладно, какие проблемы Давайте, оголяйте ваши задние полушария Бабуля поднимает юбку И врач читает на том месте Куда надо делать укол Предыдущая бригада Зелёнка написала Бабка врет Не знали, как от этой бабки отделаться И вдруг на станцию скорой помощи приходит Новый водитель, молодой Говорит, это не проблема Мы её за один визит отучим Кто из врачей играет на гитаре? Один говорит, я Кто из медсестёр поёт? Один говорит, ну я А я на баяне могу Бабка вызывает скорую Открывает дверь Они с порога Ай да ну да ну да най Бабка Ай ну да ну да ну да Ай ну да ну да Завелась, они ей полтишок Она махнула, полуприседь пошла Всё, платок сняла Эй, эй Они дверь захлопнули и уехали Чувствуют, что промахнулась Знаешь, настроение как у Карлсона Пропеллер работает, а лететь некуда Она первая атакует Звонит врачу главному Говорит, вы кого прислали мне? Или цыгане, или артисты какие-то Заставили меня выпить Полуприседь пошла Копчиком паркет поцарапала Врач говорит, разберёмся Вызывает бригаду Говорит, вы что там с бабкой делали? Они говорят, да ничего Как всегда, дали таблетку и уехали Мы же вам говорим, бабка Врач посылает к ней психиатричку Психиатрическая неотложная помощь Была там минуты три Чем они бабку напугали, неизвестно Но с той поры она скорую помощь не вызывает И всем говорит, что абсолютно здорова Пользуясь случаем, передаю привет Всем врачам скорой помощи Мужчина приходит в больницу Еле дошёл Стоит в очереди в регистратуру Перед ним люди обращаются по своим проблемам И, значит, регистратор говорит Кому? Говорит, офтальмолог Вам кому? Оториноларинголог Вам кому? Вертебролог Мужчина вам кому? Я не знаю, что сказать после этого всего У меня всё болит Куда ни дотронуться Она как в анекдоте говорит Может, вы палец сломали? Не-не-не, у меня другая проблема Мне наедине только могу рассказать Ну, приходит к хирургу Он говорит, а чего вы такой Вы такой весь Один большой сплошной синяк Вы весь синий Вы не оскорбляйте Он, нет-нет, вы, я имею в виду Не синий в плане А синий в плане Синий Он говорит, мне Бригада лесорубов Сделала физическое замечание Во всё тело Он говорит, расскажите за что Да, не-не-не Не за что фактически Я работаю на делянке Трактористом Ребята вырубили делянку раньше срока Вот И говорят мне Валентин, будем переезжать Бригадир говорит Схема отработана Ты знаешь Ну, я всегда бытовку трактором беру На прицеп и по снегу Волоком её тащу Километров 5-10 Вот Он говорит, мы взяли два ящика водки Будем отмечать Переуполнение плана Сильно не гони Я же их знаю Они начинают там Отмечать Потом выходят Во время езды Покурить на улицу А мне их потом собирать Всех обсосулиных Весь займёт Ну, я взял и Ломиком Контрольно Значит Законтрогайл О, короче Чтоб никто не вышел Всё И сразу погнал Понимаешь, всё Думаю, отсюда Скорость мне тут можно превышать Меня никто не остановит Я гоню, поворачиваюсь А у меня контрольное окошко Там и у них тоже В бытовке окошко Они там красные Орут, чё-то Ну, трактор работает Думаю, начали отмечать уже Понимаешь, чё Как повернусь Они храстей красного Думаю Знят меня Сейчас я тоже буду красный Приедем Я тоже Присоединюсь Ну, когда приехали Я открыл Дверь И меня пинали так Даже кот местный Пнул, подошёл Понимаешь Доктор Да за что? Да ни за что! Оказалось, вагончик намертво Пример в земле И когда я его дёрнул Дно осталось А что было в середине Поехало и побежало Пятнадцать километров Водку спасали Вам надо компрессор Всё тело Вообще-то Будьте аккуратней На дорогах Слушай, ты смотришь фильмы ужасов? Я в них участвую Как это? Я живу в общаге А-а-а-а! Как ни крути Нам не прожить без прессы От этой прессы Слошные стрессы Чтоб отдохнуть От ужасов прогресса Себе смеяться Ты разреши А-а-а! Где этот Остолоп? Где этот Остолоп? Остолоп, иди сюда! Остолоп, папа пришёл Не слышу голос! Добрый день! Остолоп, здрасте! Это я вас вызову Кто я? Добрый день, я директор школы Изольда Тихонова Очень приятно Отец! Ой, боже мой! Так вот Я как директор А я отец Я этому паразиту Шкуру спущу Так, подождите, пожалуйста Я как директор Хочу поговорить о вашем ребёнке Учительница географии Жалуется Да я ж ему сколько раз Говорил Ты чё попёрся на эту географию? У вас там что Больше некому двойки получать? Так, подождите Я как директор А я отец Я курей-гриль продаю 20 курочек продаю Одна остаётся Так, подождите, пожалуйста Я как директор Хочу поставить вас Меня? Да я сам кого хочешь поставлю Я ж Один на две палатки ишачу 20 курочек продаю Одна остаётся Слушайте, прекратите, пожалуйста Я хочу поставить вас перед фактом А это кто? Это никто Это факт Я хочу поставить вас перед фактом Понимаю Я для своего ребёнка Любого перед фактом поставлю Я так поставлю На все четыре На все четыреста процентов Перевыполнение плана Гарантирую 20 курочек продаю Одна остаётся Слушайте, прекратите, пожалуйста Давайте ближе к делу Так вот Учительница географии жалуется Что ваш ребёнок Опять карту полушарий С глобусом перепутал Вы представляете? Представляю, потому что Пусть эта ваша географичка Сначала свои глобусы поприкрывает А то у некоторых полушарий из орбит выскакивает Я этого урода дома так поперёк задних полушарий отхожу Да подождите вы Чтоб и знал, как позорить одинокую мать Про живом отце Которых два остолопа Одного поля ягоды Недалеко от яблони падают Остолоп, вот ты где? Ну иди сюда А ты же что, тётя, тебе говоришь? Подожди, не нужно Не ходи сюда Не нужно, не нужно Так вот, кстати Ваш остолоп Ага Боже, что я говорю? Ваш ребёнок утверждает Знаете что? Что? Что папуасы съели Миклуха Маклая Вы представляете? Да вы что? Да Так ему же завтра на работу Кому на работу? Ну папуасу этому Миклухе Маклаю Он у нас на рынке работает Территорию подметает Нет, ну если не пьяный, конечно Да ну что вы такое говорите? Ну какой Маклай? Это другой Маклай Миклуха Маклай Путешественник Который у вас на рынке не подметает Ну ты смотри Развелось этих Миклухов Бедный ребёнок Не знает За какого макла Ему хвататься Я вам скажу Что хвататься ему уже пора За учебники А вы со своей стороны Как родители Это вы о ком? Я отец-одиночка При живой супруге Как начало с понедельника Так третий месяц Не просыхает Вчера Залезла на гриль Вместе с курами А этот От столов Возьми Ключи на полную Открываю Сидит ворона Обгорелая Каркает Дебил Я как ухвачусь За Маклая Да как вытащусь Штанов Прекратите Что вы говорите Вы же Вы уже альмаматор О! Да как крикну Шо ж ты Свою альмаматор Да как вытащусь Штанов Ремень Да как Сыплю Сидит ворона Восемнадцать Я же тебе сказал Асталов Возьми Сидит ворона Двадцать четыре Дырочка будет больше Два глаза твои И один учителя Асталов Даже тетя смеется Да все Прекратите Давайте вернемся К нашим баранам Какая баранина Какая баранина Мы курей Гриль продаем Двадцать курочек Продаю Одну домой Приношу При любовь к кризисе Живая копейка В доме В виде жарыной курочки Слушайте Да вы лучше Об учебниках подумайте Давайте поговорим О геометрии Значит так Геометрия такая Заходите на рынок И сразу Попертикулярно Третья палатка От края Двадцать курочек Продаю Две остаются Да что у вас В своих курочках На пропадении пропадом Минуточку У меня Ничего не пропадает Двадцать курочек Получаю Двадцать одну Продаю Одну домой Приношу Полная Окупаемость Будете проходить Третья палатка От края Просим Любим Прекратите Прекратите Вот очень важно Смотрите Вот возьмем Иностранный язык Да Я его вчера На английском Спрашиваю Who is your father И что он В смысле Кто твой отец И что он сказал Знаете что он сказал Что Вот это сказал На родную кровинку Представляете Так вот Английский Нужно срочно Подтянуть Don't worry Twenty chicken sale To Остается Форштейн А литература Вы представляете Он в сочинении Написал Что Гоголь Умер От китайской Диеты Шо Гоголь Умер И правильно Сколько Гоголя Не корми А у Толстого Война и мир Все равно Толстя А вы знаете Что он устроил На химии Так я не знаю Как там у него С химией Но в математике Он мухтар Двадцать курочек Раз продаст И день И есть И три Остается А я как не стараюсь Только дверь Выкручиваю Спрашивается Кто из нас От столов Да какая Математика О чем вы говорите Он бисектрису От перпендикуляра Отличить не может Да видел я Эту вашу Бисектрису Когда она за мелом Нагибается У некоторых Перпендикуляр Под партой Не подмещается Поймите вы Наконец Поймите Пятый класс Уже большой мальчик Так я ж ему Сколько раз Говорю А столов Как тебе не стыдно Перед одноклассниками Конечно Двадцать шесть лет Пора жениться На географичке А он затолдил Одну Хочу бисектрису Хочу бисектрису Подожди Вы понимаете Что мы его опять Хотим на второй год Оставить Правильно В математический класс Он вам покажет Он вам так Что попересчитает Что этот Пифагорец С твоих штанов Выскочит Короче так География такая Идем сейчас И будем Дегустировать Моих курочек А столов Что ты глазки вылупил Бегом за пивом Что мы в сухомятку Курочки будем хомячить Ну что красивая Поехали кататься Нет у меня в руках Отпустите Отчаян Ты плохой Пойдем Дорогая Пойдем АПЛОДИСМЕНТЫ Больной Вот вам таблетки Я эти таблетки пить не буду Почему? От ваших таблеток доктора У меня быстро больничный заканчивается АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ На лбу у Ещенко Не густо С волосами А почему так? Судитесь сами Зато при этом Нет проблем С усами Коль новый с нами Его герой Вах АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Конечно Хорошо, что у нас У всех сейчас Телефоны Мобилки Шмобилки Айфукалки Но иногда Так достает Что жить невозможно И главное Какой-то закон Подлости Вот Телефон Все время Звонит под руку Залез я Как-то в душ Только намылился Тыры-дын-тыры-дын-тыры-дын-тыры-дын-тын-ты Телефон С комнаты Звонит Ну можно Конечно Было не кидаться К нему А после Самому Перезвонить Но это же Невыгодно АПЛОДИСМЕНТЫ Вы меня Понимаете Да? Я быстренько Руку ополоснул Выскочил С ванны И сразу Вот верите Никогда В жизни Не получалось А тут Получилось Сразу Сел На шпагат Как я так Неожиданно Посклизнулся Как будто Гололед На кафеле Корова На льду Так не Посклизывается Как я Как и сидел В виде Буквы Т Перевернутой Пока Жена Не пришла Глянула На мой Шпагат И говорит Надо же В постели Лежит Как бревно А тут Прямо Акробат Я говорю Дура Помоги мне Устать А попробуй Меня подыми Ноги Разъехались А съехиваться И не думают Жена Скорую Вызывала Главное Дело Доктор С фельдшером Заходит В ванну Долго На меня Глядел А когда Перестал Икать Развернулся Ломанулся В кухню Открыл окно И как Зарет Вниз Петрович По твоей Части Через Пять минут Нарисовался Водитель Скорой Помощи И поднял Меня со Шпагата При помощи Домкрата Три недели Вот так Вот Ходил Вот так Вот Как щелкунчик По лебединому Озере Я же говорю Мобилка Тю СМС Вибрирует Ну-ка Лянем Что пишут Уважаемый Абонент Отправьте На этот Номер СМС Со словом Балбес Чтобы выиграть Мерседес Это уже Третий раз Присылают Я первый раз Еще подумал Почему именно Балбес А потом Дотумкал Когда отправил У меня все Деньги С телефона Списали А помните Когда мобилки Еще только Появились Помните Никто же не знал Что они не везде Ловят А у меня Супруга Жутко ревнивая Вот если я К примеру С какой-нибудь С соседкой Первым Здороваюсь Она мне потом Высказывает Что я заигрываю Или вот Например Фигурное катание По телевизору Разрешает Глядеть Только одиночное Мужское А если мы С женой Стоим Возле лифта И перед нами В лифт Запрыгивает Какая-нибудь Симпатичная Худенькая Девушка Жена ей говорит Все не поместимся Езжайте без нас Ну Ревнивая Жутко Вот Так вот Когда мобилки Только появились Я поехал в Москву К брату в гости Вылазил с метро Тырыдын Тын 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 Ты где был? Я говорю В метро ехал Не бреши Я тебе туда звонила Там тебя не было Ты в это время С бабами был Я говорю А кстись Геля С какими бабами? С двумя Одна русская Другая англичанка Я спрашиваю Где Гриша? Русская отвечает Извините В данный момент Он ведь Недоступен Англичанка Вообще обналевшая Следом У трубку вякает Сорри Ты же снов Эвэллибал А ну признавайся Сорри Я еще понимаю А шо такое Эвэллибал Я честно говоря Думал Супругу В психушку сдач Позвонил Знакомому Психиатру И тут же сам Услышал Этих двух баб Ну это дело Прошлое А в настоящем Вот всякий Придурашный Изволь Обратное Смска Вибрирует Ну-ка Уважаемый Пациент Сеть Стоматологических Клиник Обалдент Проводит акцию Удаляем Два зуба По цене Одного Вот уже Пятый раз Присылают Когда Первый раз Прислали Я еще подумал Как вы одна Потом месяц Вот так Вот разговаривал Пока Не уставил Два зуба По цене Четырех Про что я Говорил А Придурашные Ошибаются Номер Вот Отрывают От важных Дел Сижу Как-то Во благе Футбол Гляжу Мужской Вот Пилко Потягиваю Валидол А буквально позавчера, как эти эсэмэски заколебали, а то что же вы, вот шлете и шлете, вот уважаемый водитель, доводим до вашего сведения, что 30 февраля вы ехали по северному шоссе в южном округе и превысили скорость на 50 кмч, срочно оплатите штраф. Вот это вот письмо счастья в девятый раз присылают. Я в первый раз, как законопослушный гражданин, сразу заплатил с перепугу. И только потом обалду и вспомнил, что у меня машины нет. Так вот, что я говорю, буквально позавчера, жена мне говорит, Гриша, почему бы тебе сейчас не исполнить свой супружеский долг? Я говорю, какой долг, Геля? Она говорит, а тот, что ты последний раз исполнял 16 августа прошлого года, помнишь? Я говорю, конечно, я тогда мусор вынес. Не выкобеливайся, дорогуша. И начала краситься на ночь, глядя. Главное, весь день ходила на черта похожее, чтоб я, видимо, ночью не уснул. А тут надуханилась. Легла в новом белом белье в дырочку. Хлопает по матрасу, дескать, ко мне. Но я рядом лёг, в черных носках, тоже в дырочку. Для общей гармонии. И начал исполнять супружеский долг, то есть петь. А что я еще могу после шпагата? И тут эсэмэска. Эсэмэска, слава богу, на телефон жены. Магазин новой модной одежды Хэкэнсэнд. Сегодня ровно в полночь проводит акцию шубы летом сарафан и зимой. Скидки от 80%. Мы работаем круглосуточно. Маяк как рванет в этот магазин. Второй день её нету. Пойду, походу, глядеть женское фигурное катание. Я вас поздравляю, вы купили замечательный автомобиль. Но вот свечи поменять надо. Не, спасибо, не надо. Я постараюсь доехать засветло. Она уже народная артистка. Она желанна. Она любима. Смотрите все, не проходите мимо. Она сегодня у нас в гостях. Галя, открывай двери. Открывай двери, я прошла. Кто? Кто? Свекровь твоя в пальто. На силу достучалась. Что за безобразие такое, Галя? Ну, что ты сразу дверь не открывала? Не слыхала она. Чего не звонила в звонок? Кого-то не звонила. Не нашла звонок. Почему? По кочину. Потому что очки не те с дому взяла. Да заблудилась в этих очках. Ну и клешем. У меня ж их трое очков, Галя. Трое. И все нужные. А как же? Одни для далей, другие для близи. Третий. Третий, чтоб искать детей, другие. Ну, здравствуй, Галочка. Давай поцелуемся. Давай. Му-у-у. Му-у-у. Пф. А ты не Галя? А ты кто? Сыночек. Му-у-у, сыночек. И горючек. Здравствуй, мой сынуленька. Му-у. Мой тюлю-тюленька. Му-у. Зю-зюленька мой. Му-у. Хе-хе. Вот дурная баба. Ну ты глянь. А я ж, сынок, я ж на тебе гляжу и все время думаю. Ну, думаю, чо эта Галка такая красавица стала, а? Сыночек. Всю жизнь ни рожи, ни кожи. А тут такая красота. Где эта лохудра кровоногая? На кухне. Готовит обед. Вот ты глянь. А я думаю, чем это так воняет в калидоре? Думаю, может, вы таракана уморили. А я-то Галка на кухне готовит. Вот, сыночек, повезло тебе. Ну, ей-богу, ну как никому тебе повезло, а? Ага. С женою, говорю, повезло. У ей по кулинарии черный пояс. Кормит тебя, как на убой, Господи. И, судя по запаху, скоро своего добьется. Ты погляди, на кого ты похожий стал. Прямо, ой, ой, ой. Рубашечка застиранная. Шеечка тонюсенькая. Господи, бородой зарос. Галя, шо ты там замерзла на кухне? Я приехала. А ты мне даже чаю не несешь. Бегите, она. Быстрее, беги. Господи, боже мой. Вот лохудра криваной. Споткнулась, чай разлила. Шо ты лежишь? Вставай, наливай другой. Да какой хочешь наливай. Ты шо не нальешь, все помой. Ничему путному не научилась за всю жизнь. Хотя я тебе и учила. Вот всему хорошему. Кто тебе в этой жизни обучил? Я. Я тебе всему научила. И пылюку вытирать, и гвозди забивать. А ты все матерью недовольная. Вот. Не любишь свекров, не уважаешь. Вон, какую мордень скорежила. Вот она, молодежь. Полюбуйтесь она их, а? Не то, шо мы. Я вот как свою свекровь. Я свою свекровь и почитала, и уважала. Хотя и учила она меня. А как же без этого? Учила еще как? Помню, неделю учила. Пылюку вытирать. А я ей все равно, с уважением, с почтением. Мама! Вы че, охренели? Че приехала? Приехала вот. Потому что вспомнила, что сегодня ровно 30 лет, как мой Игорь, на тебе лохудро женился. Какой-никакой юбилей. Вот и приехала. Подарком. А чую, подарком здесь не очень рады. Че ты рвешь? Поняла, поняла, почему Игорек тебе впервые в жизни сегодня кофе в постель принес. Да ты че, прямо в постель кофе. И ты смолола. А-а-а, поняла. Поняла, какого тебе мужика родила. Вот так всю жизнь за это должна мне и ноги мыть, и воду пить. Вот какой красавец. На диване лежит. Люба-дорого. Килограмм 140 в нем, не меньше. Прямо кабаняка-кабаняка ей. Кстати, Галя, свинина на рынке подорожала. Глянь, глазки свои фросяцы, как прожмурил. Э, че-то снится. Посмотри, как он копытцами шорудит. Я какой пузень нарастил. Матерь боже. Газеткой прикрыл, стесняется. А газетка вверх-вниз. Вверх-вниз. Галя, это не пузень ей был. Это прямо курган. А под ним твое женское счастье. Навеки захоронено. Ой, Галя, вот до сих пор не пойму. Как ты так в свое время вот так смогла исхитриться, что у вас с Игорьком Андрюсик народился? Это ж не каждый ёк такую позу сможет принять. Кстати, как там Андрюсик? Как там мой внучусик, мой тюлютюсик, зюзюленька моя сладенькая, а? Как он живет со своею лохудрой? А ты ей звонила? Учила ее пылюку вытирать? А чё ж ты мне не рассказываешь? Галя, самое главное, она мне не рассказывает, а? Ну ты позвонила, вы поговорили. Ну, рассказывай, рассказывай. Не рыви! Чё ты рывешь? Чё она тебе сказала? Послала. А куды? Серьезно пульнула. Ну и не рыви, чё ты рывешь? Чё ты рывешь? Ты, Галя, меня туда сколько раз посылала? Вот не грех теперь и самой разочек туды смотаться. Да, Галочка, прибегаешь, а там уже я. Говорю, проходи, Галя, садись рядом. Вместе будем лохудру поджидать. Потому что, Галя, когда вместе-то хорошо. Галя, когда вместе, это даже мне, свекрухе, нравится. Дорогой, у меня для тебя две новости. Да? Интересно, какие? Одна хорошая, а другая плохая. Ну, начни с плохой. Я потратила все твои деньги. А хорошая? Я люблю тебя. Даже нищего. Ему эстрада, дом, жена и дача. Он здесь родился. Ну, в известном смысле. И этот факт для всех, для нас удача. У нас на сцене Аванисян. Аванисян. Карен. Вы знаете, у меня есть один приятель, который очень любит вкусно поесть. Причем обожает деликатесы. И любимое блюдо. Знаете, какое у него? Рыба-минога. Я вообще про такую рыбу никогда не слышал. Минога. Кто-нибудь слышал? Минога. Вот это его любимое блюдо. И вот однажды в одном небольшом городе, где, наверное, про эту рыбу никто не слышал, он заходит в ресторан пообедать. К нему подлетает официант. Добрый день, что будем заказывать? Вот вам меню. Татя говорит, зачем меню? Хочу кушать минога. Официант говорит, нет проблем. У нас замечательная кухня. Накормим вас до сыта. А что именно желаете? Он говорит, я же сказала. Хочу кушать минога. Официант говорит, я понимаю, что немало. А что именно желаете? Шашлык, бифштекс, грибной суп. Он говорит, хорошо. Дорогой, не сыр, все, что сказал. Но главное, минога. Официант говорит, у вас прекрасный аппетит. Только что вам надо? Сколько надо? Две порции, три порции. Нет, дорогой, мне надо одна порция. Только одна порция. Но минога. Официант подумал, говорит, ну я вам сейчас сделаю большое мясное ассорти, целую супницу горячего, тазик салата и ведро фруктов. Он говорит, зачем ведро? Я что, лошадь, что ли? Или ты думаешь, я русский язык плохо понимаю? Это вот они там не понимают. Я сейчас в один кафе зашел. Слушай, короткие названия у кафе. Называется Л. Вот так и называется Л. Я, честное слово, я такой кафе не видел. Так написано. Кафе Л. Кафе Л. Слушай, это что за кафе? Кушать ничего нет. Я спрашиваю, что у вас здесь есть? Мне говорит, пелитка. Я говорю, шоколадный? Они говорят, любой цвет. Я говорю, сладкий? Он говорит, не знаю, не пробовал. Я говорю, тогда дай мне один плитка. Я своей девушке подарю. Очень она плитка любит кушать. Слушай, они там чуть с ума не сошли. Официант ему говорит, так вы же неправильно название поняли. Он говорит, а как понимать? Подъезжаю к киоску, написано. Тарань. Так и написано. Тарань 100 рублей. Я на джипе разогнался. Протаранил этот киоск, как они просили. Что я не так сделал? Они вместо дать мне 100 рублей, знаешь, сколько деньги с меня содрали? Официант говорит, сколько? Очень много. Прямо вцепился в меня, как присосками щупельца. И тут официант осенил. И говорит, господи, понял, вы же хотите осьминога. Он говорит, зачем ось? Никакой ось не надо. Хочу просто минога. Официант говорит, так, подожди, вы будете за столом один? Он говорит, да, я буду один, совсем один. А, значит, вы это все заберете с собой? Нет, я это все буду кушать здесь. А если понравится, еще закажу. Официант говорит, что закажется? Он говорит, что, что, кушат минога. Официант говорит, так я же вам то же самое предлагаю. Он говорит, нет, дорогой, ты что сказал? Э, ведро супа, тазик мяса. Разве это минога? Официант говорит, так вы знаете, что столько есть вредных для здоровья? Вы с врачом хотя бы советовались? Конечно, советовались. Знакомый врач мне сказал, хочешь быть здоровый, красивый, сильный, никого не слушай, кушай минога. Да, под такую диету и выпить захочется. А почему нет? Выпить тоже можно. Так, деловито сказал официант. Записывай, что вы будете, коньяк, водка, вино. Дорогой, и коньяк, и водка, и вино. Но если будет минога. Официант говорит, все, я вас прекрасно понял. Мало вам не покажется. Я вам сейчас закажу целую фуру продуктов, вторую фуру алкоголя. Этого вам хватит. Хватит, дорогой. За все плачу, денег не жалко. Но если не будет минога, сюда больше не приходи. Ну, я вас слушаю. Знаете, доктор, я хочу развестись. Так, причины? Причин много, очень много. Но главная причина... Я женат! Он не боится написать сатиру. О, такой отважный. Я вам ручаюсь. Готовы показать его мы миру? Вот, посмотрите. Вот он и Джобс. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот говорят, жизнь прекрасна и удивительна. Но я думаю, что в основном удивительно. Вот у меня от жены моей Таньки, вот, все время от удивления, глаза круглые. А когда она за рулем, это вообще квадратные. АПЛОДИСМЕНТЫ Недавно едем, она... Ой! Восемь полос сплошных. Как ехать? Я говорю, Таня, не волнуйся, Таня, смелее. Это зебра. АПЛОДИСМЕНТЫ Она эгоишника ошарашила. Он удивленный остался. Он ей говорит, ваши права. Она... Ой, вы знаете, я вчера была в других сапогах, поэтому права в другой сумке. АПЛОДИСМЕНТЫ У нее с ГАИ целый роман. Помню, она мне звонит. Я попала в аварию. Правда, жива-здорова, да? Но, понимаешь, там так получилось. Я должна была врезаться либо в машину ГАИ, либо в Ауди. Я, говорит, врезалась в ГАИ, чтобы потом их не ждать. АПЛОДИСМЕНТЫ Не, ну как тут не удивиться, а? Или недавно прихожу, она мне с порога. Помнишь, ты ходил на рыбалку? Вот, звонила какая-то щука. АПЛОДИСМЕНТЫ Похоже с икрой. АПЛОДИСМЕНТЫ Я ее даже этому знакомому врачу-психиатру показал. Он ей посоветовал, чтобы у нее там что-то в башке нормализовалось, чтобы она, когда одна остается, чтобы она разговаривала сама с собой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А что, а кому с женой непросто, а? Вот только этому, наверное, знакомому, продавцу арбузов. Потому что он заранее этим щелчком определяет, соображает она или нет. АПЛОДИСМЕНТЫ Я в постоянном удивлении живу, понимаете? У меня теща тоже специалист насчет удивить. Мне недавно звонит, где бы ты хотел отдохнуть, по лесу прогуляться или на море? Я обомлел. Думаю, ну, сюрприз. Думаю, наверное, в турагентстве это, путевочку покупает. А то, говорит, я вот стою и не знаю, какой освежитель воздуха для туалета взять. АПЛОДИСМЕНТЫ СМЕХ Смейный или морской? Меня все удивляют, понимаете? Я все время, я все время, у меня глаза вот такие круглые, понимаете? Сынок в сочинении написал «Серая шейка грустно опустила зад в ледяную воду». АПЛОДИСМЕНТЫ Не, ну, кругом сплошное удивление. Вот сплошное. Вот просто, вот выхожу из подъезда, я говорю, «Здравствуйте, Клавдия Ивановна, консьержка». Я говорю, «Как ваше здоровье?» Че я так вам сказал? «Как ваше здоровье?» Она, «Ой, если вам интересно, я начну с анализов». СМЕХ Сосед Фогин тоже удивил. К нему этот вор-домушник залез. А Фогин, он простой, он простой инженер, там у него брать нечего. А Фогин говорит, он у него эти, деньги искал, этот домушник. А Фогин, он здоровый, но он прикинулся спящим. Говорит, думал, может, найдет. А врачи, что, не способны удивить? У врачей у них какой самый главный вопрос? Деньги есть? Нет? Будьте здоровы. Мне врач от насморка капли прописал. Ну, я зашел в аптеку, ну, там мало того, что там цена по тысячу. Ладно. Прочитал эти побочные явления. Там, значит, тошнота, сухость во рту, шум в ушах. В отдельных случаях, судороги. Да бог с ним, думаю, с насморком. Сам пройдет. Мне деньги понадобились, деньги, да? Я в эту, пошел ипотеку брать. Ну, там эти банкиры, это тоже. От них, от удивления, глаза на лоб. В регламах кричат, да? Берите деньги, берите деньги. Только взял, уже на завтра звонят. Отдайте деньги. Поэтому неудивительно, вот в газете эту заметку прочел, что пожарный Иванов бездействовал на пожаре. Да, банк горел, кредит гасился. У меня на даче сосед-бизнесмен, Жора. Ну, для него это точно. Жить прекрасно. Тут что там говорить? А он вообще толковый мужик. Я ему как-то решил там это, ну, блефануть так. Говорю, у нас, говорю, в искусстве форма, говорю, определяет содержание. А Жора говорит, а это везде так. Если, говорит, есть форма, надо брать на содержание. Не, ну, чего этому Жорке удивляться? У него вообще полный порядок. Понимаете, у него своя охрана, у Жорки, там у него мальчики, все эти бритоголовые в кожаных куртках. Ну, это крыша. Я говорю, почему все лысые, говорю? Он, черепица. И хоть Жорка ничему не удивляется, а я решил его удивить. Я ему, знаете, на день рождения эти часы японские подарил, настенные. Ну, он у себя их сразу красивые в конторе повесил. А там в чем эта фишка? Значит, эти часы, они когда, значит, если при них ругнешься, они сразу, значит, в сутки начинают спешить на минуту. Я в интернете посмотрел, значит, в Японии они примерно спешили на пять минут в сутки, в Англии на восемь. А Жорка их быстро снял и назад мне принес. Говорит, зачем, говорит, нам этот вентилятор? И все же, вот жизнь хоть и удивительна, но... Не, ну все равно, ну прекрасно. А чтобы она была еще прекраснее, ей надо в этом помогать. Ну, и не терять такого веселого оптимизма. А если случится там, ну неприятность какая, ну типа, ну потерял кошелек. Ну, естественно, надо немножко погрустить, потом принять от головной боли грамм сто. И радостно выдохнуть. Спасибо, Господи, что взял деньгами. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ